Театр имени Бориса Лавринёва ежегодно готовит новую развлекательную программу для севастопольских ребят. На этот раз под ёлкой собрались персонажи из популярного мультфильма. Они напомнят малышам, как важно доверять друзьям. Кроме этого, для детей подготовили праздничный спектакль. История основана на классическом сюжете сказки о курочке рябе. Но в современной версии события развиваются иначе. Приёмными родителями золотого яйца стали волк и лиса. В этом году мы выбрали сказку «Золотой цыплёнок». Немного, конечно же, мы туда нырнули, перелопатили, как нам кажется, будет лучше, добрее, чтобы донести до зрителя главную мысль о том, что главное всё-таки любовь, доброта. И только она может превратить дикого животного в любящего отца. Московские новогодние ёлки в театре посетят более полутора тысяч ребят. Севастополь чувствует внимание Москвы. Это замечательно, тем более обращённое к детям, прежде всего. Это пригласительные, куда включены просмотр спектакля, ёлка и подарок бесплатный деткам от правительства Москвы. Причём распределяется это, безусловно, основная масса идёт на семьи флота. И часть отдаётся городу, часть социально малообеспеченным семьям, детским домам. Несмотря на проблемы с определением юридического статуса, театр продолжает успешную работу. Постановка «Тортюф» по пьесе Жанна Батиста Мольера получила три приза на фестивале в Самаре. А спектакль «Под холщовыми небесами» по рассказам севастопольского писателя Аркадия Аверченко завоевала признание критиков во Владимире. В этом году мы выпустили три спектакля вместе со сказкой. Причём один из спектаклей – это мюзикл, довольно приличный, мы работали полгода. Называется «Амуры в снегу», ставила Екатерина Гердина Гранитова-Лавровская. Он уже сейчас получил определённое признание наших зрителей севастопольских, и они ждут нового-нового-нового спектакля. Секрет успешного спектакля простой – актёры любят своего зрителя и свою работу. Если ты выходишь на сцену без удовольствия, собственного личного удовольствия, без радости подарить, то ничего хорошего не получится. Через рампу не перекинется твоё желание принести счастье в зал, и обратно тоже ничего не отдастся. В этом году новогодние ёлки Москвы ждут детей до 20 декабря, а спектакль «Золотой цыплёнок» также можно посмотреть 26 и 27 декабря. Оксана Колесникова, Татьяна Бурдастых, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.